Хэй-хэй, народ, Сэд здесь. Сегодня я буду освещать игру, которая была в тени с самого релиза, разгромлена критиками и абсолютно любимой всеми, кто не полный мусор в видеоиграх. Игра, которая размалывает ваши аналоговые стики как масло, поощряет здоровое питание, уважение женщин и подчёркивает достоинство доброго самаритянина. И, конечно же, я говорю о God Hand, игра, для которой я был слишком беден, чтобы играть в детстве, так как мы не могли себе позволить PlayStation. Но теперь мой ПК достаточно мощный, чтобы быть PlayStation. Через магию эмуляции в God Hand можно играть очень удобно на своём компьютере, и это прекрасно работает. Проще говоря, игра заключается в следующем. Вы играете за Джина, парень с модной курткой. У него ненасытный аппетит к свежим фруктам. И вы также инвалид, потому что ваша правая рука была отрезана демонами. Но теперь у вас новая рука. Рука Бога. Спасибо, Оливии. Девушка, которая угрожает отрубить её, если вы не будете делать то, что она говорит. И теперь пришло время выбить всё дерьмо из бандитов и демонов, ответственные за ваше обезрукивание. Но вам нужно владеть рукой Бога, чтобы иметь шанс в боях, потому что эта игра не шутит. Она сложная, она очень сложная, и она становится только сложнее. В этой вселенной подавляющее большинство панков, металлистов и женщин, которые хотят ничего, кроме как выбить дерьмо из вас. Боевая система проста для обучения, но безумность сложна в освоении. Для начала джин управляется как танк, что кажется странным, но имеет смысл, когда вы поймёте его предназначение. Левый стик поворачивает и перемещает вас. Правый стик предназначен исключительно для уклонения. Другие кнопки позволяют использовать приёмы. Довольно просто, правда ведь? Нет. Каждая кнопка может быть переназначена моментально, чтобы делать разные движения и приёмы. Есть множество приёмов. Их 170, и вы можете получить их по сюжету или купить в местном магазине. Если вы плохо выберете, вы даже не сможете победить нормальных врагов, не говоря уже о боссах. Но это не всё. Есть полоска внизу экрана. Это шкала вашего напряжения. Чем больше вы попадаете, тем больше урона нанесёте. Чем больше урона, тем быстрее наполняется шкала напряжения. Когда она заполнена, ваша правая рука начнёт светиться. И если вы жмякнете правую кнопку на вашем контроллере, вы дадите волю руке бога. Силы бога, конечно же, временны. Но за это короткое время джинс совершенно неуязвима. Молниеносины бьёт в два раза сильнее, пока ваша тематическая песня играет на фоне. Это изумительно. Но это ещё не всё. Подобранные карты во время боя заполняют ваше колесо-рулетку, которая срабатывает всякий раз, когда вы лупите по правому триггеру. В таком состоянии всё попадает в слоумо, и вы можете выбирать из нескольких приёмов рулетки, которые у вас есть. Это может быть что угодно от уничтожения шаров, отрубания головы, комбы из 100 ударов, или драконий пинок, который отправляет ваших врагов за пределы Солнечной системы. В качестве предостережения уничтожение шаров не работает на женщинах, роботах, или на одном из двух первых боссов, потому что он потерял свои яички на войне. Лор в Год Хэнт очень глубокий. Но боевая система ещё глубже. Большинство игр увеличивают здоровье врагам, чтобы дать вам иллюзию сложности. Год Хэнт не делает ничего подобного. Чем больше ударов вы попадёте, чем больше уклоняетесь от ударов, тем выше становится ваш уровень. Что это значит? Это значит, что враги начнут надирать вам зад. Как уровень увеличивается, так и их способности. Они начинают использовать приёмы, которые вы никогда не видели. Они начинают менять свои шаблоны, чтобы сбить вас с толку. И они начинают становиться всё более и более агрессивными, пока они пытаются закопать вас. Есть четыре уровня, которые говорят сами за себя. Уровень 1, уровень 2, уровень 3 и уровень смерть. Если вы дойдёте до уровня смерть, то ожидается, что вы умрёте. Если вы не хотите умереть, то я советую вам встать на колени и начать унижаться ради пощады. Год Хэнт не шутит. Если вы потратите время и усовершенствуетесь, вы научитесь терпеть жару. И когда это происходит, уверяю вас, вы почувствуете себя настоящим богом. Это все поглощающие ощущения экстаза, когда вы в этом разберётесь. После повторного сливания одному и тому же боссу в одном и том же бою, всё неожиданно щёлкает. И когда щёлкнет, вы не можете вернуться. Вы едете на чистом адреналине и мышечной памяти, чтобы повторять этот бой. И в этот раз вы не выживаете, а вы стайлите над врагами. Прежде чем вы это поймёте, всё уже закончится, вы выиграли. И вы жаждете только больше. Год Хэнт была очень прогрессивной для своего времени игрой. И она показывает очень разнообразных мультикультурных персонажей. Первый босс, с которым вы сталкиваетесь, буквально два гея, которые делают предложение Джину. Джин отвечает, говоря, «Я не такой парень». Но по мере развития истории, Оливия заставляет Джина как раба делать всё более и более нелепые трюки. За счёт его здоровья и личной безопасности, Джин оглядывается и думает, что «Возможно, я такой парень». Развитие персонажа не только у Джина. Второй босс, которого вы встречаете, Элвис, мексиканский демон, борющийся с потерей веса. У него одни из лучших диалогов в игре. Я не думаю, что ты понимаешь, во что ввязываешься, ублюдок! Помимо обучения Джина основам испанского языка... Ублюдок. Череп. Сука. Элвис оказывается большой тряпкой. Кто такой же жертвой обстоятельств, как и Джин с его нежелательными обязанностями? Он ненавидит людей, которые не уважают мёртвых, и он также ненавидит людей, которые не уважают его демоническую вайфу, Шеннона, с которой вы неоднократно сталкивались и зашлёпали насмерть. К концу игры Джин, возможно, нашёл больше человечности и взаимопонимания с противниками, с которыми он сталкивается, чем с неоднократно неблагодарной женщиной, на которой он работает. Гатхэн чрезвычайно цитатная. Лаба! Спасибо вам! Спасибо вам. И чрезвычайно запоминающийся. Да, в немалой степени, потому что все враги продолжают цитировать Майка Тайсона. Игра — абсолютный мем, но изначально никогда не была задумана такой. Разработчики просто добавили немного юмора в трейлер конференции Е3 2008 года. Но получили такие положительные отзывы, что вернулись и переделали игру в шедевр, каким она является сейчас. К сожалению, это была последняя игра, когда-либо созданная студией Кловера. Однако, большая часть команды продолжала работать с Platinum Games, которая была ответственна за большинство сумасшедших файтингов, которые вышли в последующие годы. У нее есть безумное количество реиграбельности. И это то, к чему я всегда возвращаюсь через каждые несколько лет. Она просто настолько хороша. Также очень легко пропустить некоторые тонкости при первом прохождении. Например, гонки Чихуахуа. В главном меню вы всегда можете зайти в магазин, казино и на боевую арену, чтобы потренировать свои движения. Но после определенного момента в истории вы также можете начать ставить на... Вы уже догадались, отравленных Чихуахуа. И это очень простой способ быстро потерять все свои деньги. Или сделать двадцатикратную возвратную ставку, если вы знаете, что делаете. Мой единственный совет — всегда ставьте на клевер. Вы поблагодарите меня за это? Также враги имеют особое взаимодействие, если вы удовлетворяете определенным условиям. И если вам удастся вывести одного из обычных заурядных головорезов до полного отсутствия здоровья, он начнет притворяться, что у него припадок, и будет просить помощи. Если вы бездумно подойдете слишком близко, он пнет Джина Пашарама. Мгновенно снижая ваше здоровье до одного очка. Я также узнал, если вы доведете демона до одного очка здоровья, вы можете ткнуть в него, и он взорвется. Думаю, там есть больше пасхалок, но их открыли только те, кто играл в эту игру неоднократно. Я не могу назвать себя экспертом. Даже после всего этого времени уровень смерти превращает меня в плачущую и рыдающую маленькую скучку. И в этом нет ничего постыдного. Некоторые из оригинальных обзорчиков этой игры не могут. И по этой причине Imagine Babies по-прежнему имеет более высокий балл на IGN, чем God Hand. Игра, которая превратила многих мальчиков в мужчин, и превратила многих мужчин в плачущих, рыдающих маленьких детей. Только по этой причине я ставлю очень хорошую оценку, но когда я учел, что это чертов шедевр, я ставлю ей отлично. Повторяю слова одного ведущего. Одна эпитафия для студии Clover. Мы сделали одну из лучших игр всех времен, и это была просто игра об избивании людей. God Hand. Она удивительна. Вызывает привыкание, и она очень приятна. Уважай игру, и она будет уважать вас в ответ. Настоятельно рекомендую. Поиграйте. В силу того факта, что вы больше не можете получить копию God Hand, я оставил ссылку в описании, которая содержит игру, эмуляторы, все, что нужно для начала. Но, Сэд, разве тебе не нужен работающий BIOS PS2, чтобы эмулировать God Hand, который, я надеюсь, вы законно получили из вашей собственной PlayStation 2? Это все хорошие вопросы, и на них ответят в ближайшее время. Но более важно то, на что Сэд тратил все свои спонсорские деньги. Я вам скажу, я нанял каждого хентай-художника, чтобы сделать непристойные заказы Оливии, которые пенетрируют, потому что слишком мало хентая на God Hand. Все деньги были потрачены на благое дело. Я оставил ссылки на все заказы, сделанные мной в описании. Я надеюсь, вы понимаете, что цели оправдывают средства. Но что еще более важно, если вам не повезло жить в шариатском штате Британия, порноблог Великобритании начинается в июле этого же года. Все во имя защиты наших детей, которым, если статистика что-нибудь значит, вместо этого нужна защита от их семьи. И основываясь на том, как хорошо проходят государственные проекты, нам абсолютно не о чем беспокоиться. Просто предъявите свою ID-карту, укажите ваши личные данные и перестаньте беспокоиться. Порно-сайты имеют одну из лучших защит на планете, лучше, чем у хаба Хотела. Наверное. Так что очень маловероятно, что ваш любимый грязный сайт будет взломан или подвергнется риску и сольет всю вашу личную информацию, которая может быть использована для шантажа в будущем. Однако, если вы все еще не уверены и не хотите отдавать вашу безопасность в руки вашего непогрешимого правительства, есть альтернатива. Экспресс-альтернатива. Экспресс-ВПН. Потому что они очень хороши. Используйте мою ссылочку, и вы получите три месяца экспресс-ВПН бесплатно. И если вас не устроит, то вы можете вернуть деньги в течение 30 дней. С экспресс-ВПН вы можете выбрать любой сервер, который не находится в тени островов Великобритании, и полностью уклониться от этого продуманного и совершенно не злоупотребляемого закона, который они пихают нам в глотку. Лично я не знаю, знают ли законодатели из Великобритании, что такое Танзин, Сихинтай или Боуруссайт. Возможно, намного больше порно можно найти на Скайрим Нексус, чем на всех предыдущих сайтах вместе взятых, но мы никогда не узнаем, пока они этого не сделают. Как всегда, надейтесь на лучшее и готовьтесь к худшему. И как всегда, больше контента впереди, так что оставайтесь на связи. Я хотел бы сообщить вам, что с отдыхом покончено. Мы вернулись в бизнес. Смотрите, что хотите. Чтоб ты сгодил в аду, копеечная скряга.